Мы все одна семья. По таким девизам Малаховский шахматный клуб отметил День народного единства. Такой праздник интеллектуалы провели впервые. В культурно-досуговом центре «Союз» собрались как любители, так и профессионалы шахматного спорта. День народного единства Малаховки стал поводом не только отпраздновать события, но и заняться умственным трудом. В большом шахматном турнире сразились 66 участников разного уровня, возраста и подготовки. Праздник народного единства очень сосвучен с девизом Международной шахматной федерации. Мы все одна семья. И нам приятно видеть вас в этом прекрасном зале. Юная интеллектуалка Аня, несмотря на свои годы, уже имеет второй взрослый разряд по шахматам. Вероятно, таким результатом могла послужить и хорошая генетика. Мама девочки преподает эту дисциплину в школе. В пять лет она просто их расставляла как матрешки, как каравай. В шесть лет тоже почему-то не получилось. Я училась, что я сапожник без сапог. И только в восемь лет шахматы стали ее любовью. Надо пробовать еще раз, еще раз, еще раз. Потому что, безусловно, шахматы имеют свой эффект. Они влияют на развитие ребенка. А еще шахматы развивают эрудицию и заставляют человека думать нестандартно. Но, к сожалению, шахматные клубы сегодня есть далеко не везде. Поэтому на праздничный турнир съехались интеллектуалы не только из Люберецкого округа, но и других ближайших городов. Первый раз мы в Малаховке организовали такой большой праздничный турнир. Нам в этом помогло руководство культурно-досугового центра «Союз». У нас нет спонсоров. К сожалению, так получается, что все, что вы здесь видите, это делается на основе добровольного участия, добровольных пожертвований, добровольных взносов небольших, символических. Однако все мы прекрасно знаем, что мир не без добрых людей. В этот день Малаховский шахматный клуб не оставили без подарков. Люберецкая азербайджанская национальная культурная автономия вручила руководителям комплекты для классической игры. Желаем удачи, чтобы всегда были в хорошем настроении. Благодарим руководство нашего союза, чтобы всегда поддерживать хорошо относиться к шахматистам. По результатам состязаний победители и обладатели призовых мест получили почетные награды, грамоты и кубки. В скором времени в культурно-досуговом центре «Союз» также состоится большой турнир по нардам. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.